Здравствуйте! Меня зовут Наталья Молодых и я рада приветствовать вас на своем канале. В прошлом видео я ознакомила вас со своими питомцами, манжурскими перепелами, и говорила о том, что хочу разводить перепелов собственными силами в обычной городской квартире. Для этого мною был приобретен инкубатор Несушка Биодин, и заложено в него 50 перепелиных яиц породы фараон. А сейчас смотрите, что из всего этого вышло. Вот и свершилось чудо. На свет появился только что первый перепеленочек. Сегодня 17 день, и перепелятки начали выводиться из яиц. Напомню, что в инкубатор я закладывала яйца породы фараон. Вот такой маленький фараончик. Появился он, похоже, вот из этого яйца. Угу, точно из него. Вот так оно выглядит внутри теперь. Продолжаю наблюдать за перепелятами. Вот так они бойко вылупляются из яиц. С момента появления на свет первого перепеленка прошло уже более 5 часов. Напомню, яйца в инкубатор я закладывала 7 ноября. Сегодня у нас 23-я, как раз 17-й день. Все идет по расписанию. Это перепелята породы фараон. Довольно крупные. Чуть позже я взвешу перепеленка, и мы узнаем его вес. Сколько он у нас сейчас висит. Буду пересаживать их в брудер подготовленный. И подожду, когда вылупятся все остальные. Так, вот у нас яйцо фараончика. Там сидит цыпленок, который вот-вот появится на свет. Вес яйца 13 грамм. Видите, оно шатается само собой, никто не трогает его. Скоро проклюнется птенец. А вот, пожалуйста, перепеленок, который только что вылупился из яйца. Его вес 11 грамм. Конечно, он уже посидел немножко в инкубаторе. Полностью обсох. Вот так выглядят суточные перепелятки. Часть перепелят уже вылупилась, и я перенесла их в брудер. Перед тем, как посадить их в новое жилище, каждого перепеленка я окунала вот в такую баночку с марганцовочкой, крышку с марганцовочкой. Чуть-чуть, только клювик, не так три раза. Перепеленок немножко попью водички каждый, чтобы заработал у него желудочек. Сейчас внутри там стоит у меня две поилки стоят, и две крышечки, в которых лежит отварное вкрутую, перемолотые вместе со скорлупой, перепели на яйцо. Значит, почему на поилках, даже это не поилки как-то назвать, в общем, такие мини-поилочки, это перевернутые крышки от каких-то там пластиковых баночек, и туда я поставила еще, перевернула вот другие такие емкости. Для чего? Для того, что один перепеленок залез в воду, хотя уровень воды был меньше 5 миллиметров, и как-то умудрился там захлебнуться. Вот, мы это все быстро заметили, перепеленка вытащили из воды, я его посушила под лампой, клювик его протерло, сейчас уже даже не знаю, какой из них, в общем, он оклемался, но чтобы не было таких случаев повторных, вот, пришлось ограничить пространство, то есть они залезали в эту поилку целиком, а так как они еще неустойчивые на лапках, то многие из них, вот, видите, падают, переворачиваются, опять встают, в общем, чтобы они не наглотались, они вновь воды, вот это вот пространство водное им было ограничено. Сейчас они воду видят, вот, вот, он пьет с белой поилочки, видно хорошо, оп, вот так, да, что-то там нашел воду, клюнул ее, замотал головой и откатился. Вот такая жизнь перепелят в первые часы после вылупления из яйца. Продолжая репортаж о выведении перепелят из приобретенного мной яйца. Напоминаю, было куплено 50 яиц, 7 числа они были заложены в инкубатор, и вчера вылупились вот эти прелестные перепелята в количестве 25 штук. То есть выводимость составила ровно 50%. Не знаю, почему, с чем это связано. Или это какие-то оплошности инкубатора, или мне дали именно такие яйца, из которых, наверное, большая часть составила какой-то неоплод. Сегодня я попытаюсь их вечером вскрыть, эти яйца, и посмотрю, что же там было внутри. Но признаков жизни они не подают. Из 25 перепелят, которые вылупились, вот, как вы видите, все тут фу, живы и здоровы. Они активно кушают. Сами уже вот пьют водичку, находят ее. Кушать я им даю измельченное в блендере перепелиное яйцо вместе со скорлупой, которое предварительно я отвариваю вкрутую. И зерновую смесь, сделанную самостоятельно. То есть я там в равных пропорциях взяла пшеничное зерно, овсяное и кукурузное. И для верности еще, так как они очень маленькие, смолола их в кофемолке, в сети зерна. Вот им нравится, клюют. Крышка из-за лампочки не прилегает вплотную, как вы видите, вот. И чтобы им было теплее, вот эту щель я закрываю. Ну, так они чувствуют себя там комфортно, они не жмутся к друг другу, бегают, что-то там вот едят. Снизу у меня там сеточка 10 на 10 миллиметров ячейки. А внизу вот такое еще расстояние. Вот. Когда перепелята немножко подрастут, я думаю, будет дней 7-10, я уберу верхний слой бумажки и насыплю по дне сетки опилочки. Ну, а пока там. Теперь я подведу итог. Из 50 приобретенных мною яиц вылупилось 25 перепелят. 6 яиц это не сформировавшиеся внутри птенцы. Такие они. И остальные 19 это самые обычные неоплодотворенные яйца. Хотя эти яйца я покупала по 25 рублей за штуку и продавец гарантировала, что все они хорошего качества. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Ну, а я в свою очередь продолжу делиться с вами своим опытом и рассказывать о своих маленьких пушистых питомцах. На этом у меня все. Пока-пока!